пантел многие из вас уже знакомы с этим продуктом но сейчас наша компания возобновляет поставки этого этого оборудования на российский рынок есть небольшие изменения ну и как напоминание хотел бы сегодня вот эту презентацию для вас провести ну что ж начнем значит напоминаю что сим-домофоны айте с пантел и по этот код это устройство которое крепится либо на стене либо монтируются в стену выполнены они в алюминиевом корпусе корпус антивандальный защищен от влаги и пыли по стандарту ip55 нововведением вот этих новых партий домофонов которые сейчас поступили к нам на склад является возможность для крупных проектов повысить класс защиты до стандарта ip65 то есть для тех клиентов где планируется установка домофона в суровых регионах мы можем вести уже вот более защищенные домофоны как и ранее в домофонах айте с имеется либо одна пьезокнопка вызова либо 12 кнопочная пьезоклавиатура с возможностью ввода быстрого кода доступа но давайте обо всем по порядку значит в чем отличие между айте с панкод и айте с пантел сейчас представлена перед вами таблица есть колонка айте с панкод и колонка айте с пантел два режима работы режим стандартный и ускоренный набор он доступен только в домофонах панкод там где есть 12 кнопочная пьезоклавиатура у пантелла где одна кнопка пьезо это физически такую функцию реализовать никак невозможно второе отличие который может вы можете увидеть таблицы это коды открытие двери когда приходят на работу сотрудники компании чтобы не делать звонок по своему личному персональному коду попасть в офис они могли собственно зайти точно так же у панкода с клавиатурой возможность работы данной функции есть все остальные функции приведенные в данной таблице такое как открытие двери с любого внутреннего телефона сотрудника два режима работы дневной и ночной возможность подключения дополнительного рфит считывателя или какого-то другого прибора считывания карт сотрудников есть возможность настройки с помощью веб-интерфейса подавления эхо генератор комфортного шума возможность установки как аналоговые камеры так и камеры с подключением к веб-серверу все эти возможности есть уже у обоих моделей и у панкод и у пантелл что касается описание значит вот перед вами модели панкод которая слева пантелл справа с одной кнопкой выполнены в корпусом в корпусе который крепится на стену то есть он будет немного выбирать повешен во время как висит на стене домофоны эти весят примерно около килограмма сделано они так что могут работать при температуре от минус 20 до плюс 50 пыль и влага им не страшны потому что сзади на корпусе есть специальная резинка которая позволяет избежать попадания брызг внутрь корпуса но тем не менее если прям на открытой открытой местности где-то без какой-либо защиты повесить при сильном дожде в общем то наверное не исключено что туда что-то падет вот на этот случай есть аксессуар которым я еще расскажу как вы видите на слайде есть в корпусе предусмотрены гнездо для установки видеокамеры рядом с этим отверстием технологическим есть спикер откуда собственно идет звук пьезокнопка или 12 кнопочная пьезоклавиатура и в левой нижней части корпуса отверстие для микрофона если просмотреть оборотную сторону модели которая крепится на стену то она состоит из двух частей первое которое вы видите слева это сам домофон справа это металлическая крышка которая крепится на стену а уже к этой крышке крепится непосредственно домофон в домофоне есть обозначенный под цифры 1 модуль для установки камеры указаны на слайде размеры 32 на 32 то есть если есть возможность бескорпусной камеры где-то купить то можно вот такого типа размера камеру установить ну либо уже приобрести домофон с встроенной аналоговой камерой как и прежде в домофонах два порта rj-45 порты 100 мегабитные так как ты как и прежде осталась контактная группа 12 12 контактов которым подключаются различные устройства подробнее об этом позже расскажу ну и вот о чем я говорил есть сейчас козырек в наличии для тех случаев где домофона будут висеть непосредственно под открытым воздухом это поможет обезопасить устройство от попадания влаги внутрь совместим он только с теми моделями которые крепятся на стену не встроены и отдельно давайте рассмотрим модели с креплением в стену они предполагают они предполагают монтаж в тени ниши в которой уже будет устанавливаться этот домофон вес домофона примерно такой же температурные условия сопоставимые размещение элементов таких как камера микрофон клавиатура и кнопка вызова точно такие же как и в предыдущей модели значит посмотрим на данную модель которая встраивается в стену сзади как она выглядит значит в правой части слайда вы видите что требуется в стене сделать углубление глубина примерно два с половиной сантиметра также из двух частей состоит домофон одна часть которая на слайде отображена посередине это металлическая рамка которая непосредственно стену монтируется и закрепляется в стене вторая часть домофона она показана слева это уже ну сам домофон стоит самой резиночки про которая говорил уплотнительная чтобы не попадали туда пыли влага внутрь и элементы расположены по аналогии с предыдущей моделью то есть есть гнездо для установки камеры два порта rj-45 12 контактная контактная группа ну и технологические отверстия для фиксации домофона уже в штатном месте что изменилось мы уже получили партию новых домофонов на складе они есть наличие доступны к заказу мы успели провести несколько лабораторных работ с этими домофонами и вот на данном слайде я хочу перечислить что же изменилось но прежде всего улучшилось качество звука она стала hd поменялись динамики с микрофоном плюс для гола для того чтобы качество звука было лучше добавили голосовые кодеки если раньше их там было по моему три если не ошибаюсь то сейчас там кодеков на выбор что-то в районе 9 и в том числе появились кодеки такие как g729 и g722 самым главным изменением стала в новых домофонах обновленный веб-интерфейс он изменился довольно сильно добавилось много различных функций которые будут полезны в работе сам интерфейс стал разбит на группы настроек для лучшего понимания как какая настройка к чему относится ну и работать с ним стало гораздо удобней пока интерфейс на английском языке наверное как бы у специалистов кто занимается оборудованием профессионалов не займет проблема в настройке по поводу локализации будем еще думать вполне возможно что мы и сможем выполнить следующее что еще появилось это появилась в веб-интерфейсе история вызовов которая сохраняется до 100 записей и вы можете отследить куда начать происходили звонки домофоны стали поддерживать такую функцию как автопровижен что очень удобно когда в офисе большой парк оборудования теперь домофон как и ip-телефон можно настроить не уходя от своего рабочего места с помощью конфигурационного файла поддержка появилась протокола tr069 появилась поддержка резервного сип-сервера на случай если основной по каким-то причинам откажет появилась возможность отладки что очень удобно в тех случаях когда возникают проблемы со связью теперь можно записать файл пикап при каких-то проблемах домофоном отправить этот файл нам и нам будет очень удобно и быстро мы сможем посмотреть что же там у вас не работает и почему появился экспорт импорт конфигурационного файла и появилось мобильное приложение для взаимодействия с айпи камерой насколько мы успели посмотреть мобильное приложение точно работает с ios на андроиде еще лабораторная работа выполняется пока не могу точно сказать но технический вебинар по обновленному веб-интерфейсу по работе с мобильным приложением мы еще анонсируем его немного позже когда закончим все наши проверки испытания обязательно подробно расскажем но идея мобильного приложения заключается в том что камере как и камеры установлены в домофону вы сможете подключаться не только локально но и удаленно мы все это тестируем и обязательно расскажем наверное даже напишем инструкцию вот пока это сделано для того чтобы вы несмотря независимо от того где вы находитесь в офисе может быть там не на рабочем месте чтобы вы могли обратиться камере посмотреть что же там за дверью происходит так вот вижу в чате посыпались вопросы давайте сделаем небольшую паузу и значит александр пушкарев спрашивает если поддержка скуд и каких и он же спрашивает дверь из приложения можно ли открыть вот это мобильное приложение которое сейчас есть у нас в тесте она позволяет только наблюдать айпи камеру и работать с архивом видеозаписи то есть вы можете на мобильном приложении держать пока мы не выяснили точный объем удержать какой-то объем архивных записей 2 открыть пока нельзя дверь открывается все так же как и раньше с офисного ipi телефона любого телефона установленного в офисе что поддерживается скуд буквально вот в паре слайдов вперед проскут мы еще поговорим напомню схему установки сип домофона в офисной локальной сети предполагается что офисная локальная сеть построена на айпи а т.с. есть парк внутренних телефонных аппаратов если это т.с. гибридная как например станции я стар то телефонные аппараты могут быть как аналоговыми так и аппаратами случае такой схемы сип домофон как и обычный айпи телефон регистрируется на 5 с получает внутренний номер и вешается где-то рядом с входной дверью соответственно посетитель пришедший к вам в компанию он нажимает кнопку вызова на домофоне звонок приходит звонок приходит на внутренний номер охранника или кого-то из сотрудников офиса и несмотря на то какой телефон у этого сотрудника аналоговый или а пишет айпи телефон набрав кода открытия двери ну то есть какую-то цифру там 9 8 или 0 кому как удобно то есть отправив дтмф непосредственно в голосовой канал домофон этот дтмф распознает и размыкает дверь в данной схеме получается что к домофону можно подключить либо электромеханический либо электромагнитный замок и уже этот замок будет открывать домофон что касается видео то сейчас в новых домофонах эти с нас появилось три варианта работы с видео первый вариант который был ранее это установленная в корпус домофона аналоговая камера которая черно белую картинку отдает на какой-то аналоговый монитор видимо он должен стоять у охранника где-то на входе второй вариант это подключение на ip адрес веб-сервера установленного непосредственно в корпусе домофона и просмотр изображения на персональном компьютере ну и третий вариант это мобильное приложение для того чтобы подключиться также к веб-серверу установлено в домофон и получить изображение с камеры так вот вижу в чате тут опять дебаты давайте попробуем разобраться ну да вот тут значит идет речь о том что во первых открыть дверь мобильного приложения во-вторых просит клиент то есть тут надо уточнить что домофон работает по си протоколу только с голосом видео все протокол домофон не отдает соответственно для того чтобы открыть дверь с мобильного приложения нужно чтобы было установлено на мобильном телефоне две программы первая программа это сип клиент куда придет голосовой вызов и набрав какой-то дтмф на этом клиенте вы можете открыть дверь вторая программа это вот мобильное приложение которое сейчас компания т.с. разработала где вы можете видеть собственно изображение с камеры ну и работать с каким-то архивом как и в станциях e-star которые гибридные компания т.с. целиком тоже сделал вот свои сип домофоны именно гибридным решением систем что если видео посылать в сип звонки то абоненту который будет отвечать этот звонок например охраннику нужно будет ставить какой-то телефон с поддержкой видео что зачастую очень дорого и неоправданно учить в этом те условия в которых этого охранника телефон будет находиться поэтому обходится удешевлением схемы ставится совершенно любой телефон голосовой связи охраннику и очень дешевый там аналоговый монитор куда выводится изображение с камеры постоянном режиме александр хохлов спрашивает что дтмф код открытия двери надеюсь не воспринимается с микрофона домофона ну нет конечно дтмф идет в канале соответственно либо in band либо rfc 2833 микрофона он конечно же ничего не воспримет что касается контактной группы как и ранее сейчас в новых домофонах отец контактная группа группа из 12 разъемов смотрим на схему сверху вниз первые два разъема это подключение питания к домофону она от адаптера идущего в комплекте подается 12 вольт все два фона и т.с. на сегодняшний день умеют получать питание по технологии по и то есть вы можете просто кинуть к домофону и g45 но проблема заключается в том что питание по и будет недостаточно для того чтобы открыть мощный электромагнитный замок который будет подключен к домофону поэтому если домофон будет питать замок то придется подключать все-таки блок питания если же замок на двери будет иметь какое-то независимое питание то к домофону достаточно только g45 подтянуть ну сергей трушин спрашивает про по и плюс пока мы не тестировали не могу сказать постараемся проверить ну пока вот проверяли только стандартная далее есть на контактной группе разъемы для подключения устройств скуд можно подключить устройство скуд в двух режимах либо домофон будет управляться от этого устройства скуд либо наоборот домофон будет управляющим для устройства контроля доступа но еще я вот более подробно расскажу на следующем слайде и среди значит контактов на контактной группе имеются также несколько контактов для подключения замка двери это нормально открытый и нормально закрытый то есть когда с подачей напряжения замок находится закрытом состоянии и наоборот как бы нормально открытый когда без без подачи напряжения замок закрыт плюс к этому есть есть у домофона в контактной группе выходы по питанию то есть он кроме того что принимает от адаптера 12 вольт он может и на выход отдать питание 12 вольт плюс и минус для чего это нужно есть у нас опыт что пользователи подключали внешнюю аналоговую камеру или внешний осветительный прибор к домофону и чтобы не тянуть лишние провода запитывали эти приборы от 12 вольт от контактной группы домофона удобно в ночное время если нужна подсветка или удобно в тех случаях когда нужно подключить камеру высокой более высокое высокого разрешения с более каким-то лучшими характеристиками требуемыми на данной конкретной точки ну и вот мы наконец пришли к слайду что касается устройств контроля доступа как я говорил есть два варианта первое это открытие двери открытием двери управляет сам домофон то есть устройство контроля доступа подключается к домофону пользователь пришедший в офис как-то себя идентифицирует там карточку или ключ подносит к этому устройству и устройство уже дает команду в домофон на открытие двери домофон соответственно размыкает замок второй вариант подключения это когда открытием двери управляет устройство контроля доступа тогда схема выглядит иначе домофон контактами своей контактной группы подключается устройство контроля доступа и когда приходит абонент он насчет подносит считыватель это уже устройство контроль доступа открывает замок и в чем разница в этой схеме что если абонент пришел какой-то к вам гость он вызвал сотрудника сотрудник нажимает кнопку dtmf там 9 для открытия двери то эта команда уже передается с домофона на устройство контроля доступа и уже устройство опять же открывает замок входной двери вижу вопрос в чате от сергея трушина что кнопки без подсветки да вот спасибо евгению говоришь туда кнопки пока без подсветки значит в моделях где аналоговая камера уже встроена в корпус сим домофона айти с 4 камера имеет разъем бен си гнездо соответственно вам нужно будет бен си разъем иметь на аналоговом мониторе для подключения такой камеры схема выглядит таким образом что камера как раз таки получает питание от контактной группы домофона и есть вот свободный провод бен си который вы протягиваете к монитору где нужно получить изображение с этих домофонов если говорить о домофоне с возможностью подключения камере по айпи то камера стоит внутри аналоговая но вместе с ней установлен веб-сервер на котором на уровне которого оцифровывается аналоговый сигнал и уже к этому веб-серверу пользователи могут получить доступ зайдя на ip адрес или воспользовавшись мобильным приложением ну и в заключительном слайде я хочу сказать что все абсолютно модели домофонов айти с настраиваются через веб-интерфейс я тут привел небольшой пример как выглядит обновленный веб-интерфейс у него появилось довольно большое количество разделов и вкладок как и ранее в комплекте с домофоном идет компакт диск на котором есть инструкции по работе с веб-интерфейсом и с айпи камерой вот от себя хочу добавить что за время изучения отметил что очень серьезно изменилась схема техника на этих домофонах в лучшую сторону при этом цена устройства при сохранившихся возможностях и появившихся новых функциях цена она стала ниже это сейчас наверное не очень заметно будет из-за курса доллара но тем не менее цену отец смогли снизить что там мешало и останавливало очень многих пользователей потенциальных пользователей ранее поэтому ну на наш взгляд эти с идет в правильном направлении изменения довольно приятные и внушительные вот ну и вижу еще вопрос в чате от сергея трушина по поводу ридера к сожалению корпус так выполнен у айти с на данный момент что ридер установить непосредственно в устройство нет возможности есть только возможность где-то рядом с домофоном установить внешний ридер можно попробовать так сделать что они будут как-то так вмонтированы друг с другом рядом что это будет выглядеть довольно неплохо элегантно но непосредственно в корпус пока к сожалению нельзя на этом пожалуй все что я хотел рассказать если есть какие-то вопросы давайте их обсудим можно в чате можно голосом вот опять же вижу сергей трушин спрашивает что ридеры пока и тесни поста не поставляет у ридеров насколько я знаю есть довольно большое количество на российском рынке то есть там всего-то на всего нужно подать будет к тесу два контактных провода контакты у айти с но это просто обычный сухой контакт то есть никаких хитростей с подключением там никаких преобразователей ничего больше не понадобится вот так вот 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 Продолжение следует... ...в стиле, чтобы все было красиво. Но тут, Сергей, я с вами отчасти согласен и отчасти готов парировать, что красивый вид – это внешнее восприятие, а техника и отладка работы – это уже головная боль админа. Ведь есть же даже разного типа считывателей. Красивый вид может позволять работать только с считывателями типа RFID. А организация, например, захочет завести не таблеточного вида считывателя, а, например, карточки. Карточки, на которых будет отображаться фотография, имя, фамилия сотрудника. Поэтому зачастую проще поставить отдельный считыватель, в конечном счете, пожертвовав этим эстетическим видом. Продолжение следует... Продолжение следует... Может быть, вы поделитесь опытом, какие ваши практики типа считывателя используются наиболее часто? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я думаю, что с Сергеем мы сможем связаться и уточнить интересующий меня вопрос посредством электронной почты. Я благодарю вас всех за внимание. Если вдруг вспомните что-то, что забыли спросить, пожалуйста, звоните, пишите. Мы постараемся оперативно ответить, ну и помочь по возможности. Всего доброго. До встречи на следующих вебинарах. Сергей, вопрос был к вам. Чтобы просил я вас поделиться опытом, какие в вашей практике чаще всего встречаются типы считывателей? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Будем иметь в виду тогда, как написал Евгений, действительно производителя озаботим. Продолжение следует... Продолжение следует...